В Ульяновской области продолжается подготовка к празднованию Дня Победы. Оргкомитет Победы было решено провести в здании учебного центра войск связи не случайно. Военные не только прямые наследники славного прошлого, но и самые главные участники будущих праздничных событий. В прошлом году из-за антиковидных ограничений многие мероприятия не удалось провести. Поручение нашему патриотическому центру, чтобы в ближайшее время приехали в Москву и изучили работу учебно-методического центра «Авангард», который был учрежден правительством Москвы, Московской области при поддержке Министерства обороны Российской Федерации. Тем более, что идеи поддержал наш президент для того, чтобы переформатировать работу, существенно ее усилить. Большое количество различных акций и мероприятий запланировано военным ведомством. Не отстают и гражданские. По сообщению регионального Минприроды, международные акции по высадке 27 миллионов деревьев по всей стране Ульяновской области из-за погодных условий присоединится только в конце апреля. Парады у домов ветеранов проведут различные силовые ведомства. А проект регионального Министерства просвещения «Уроки памяти» признан одним из лучших в стране. Мы данный проект подали на всероссийский уровень для участия в конкурсе. Проект признан одним из лучших проектов для детей, подростков и молодежи. И мы думаем, что этот проект будет в качестве одного из примеров для реализации на территории нашей Российской Федерации. Программа и график уроков памяти расписаны на два с половиной года. Его цель – системно рассказать детям об истории родного края в контексте истории нашей страны. Практически во всех акциях участвует региональное военно-историческое общество. Многие площадки празднования и подготовки к празднику работают с их подачей. Это и благоустройство территории региона, и участие в акции «Лес Победы», и установка памятников. К празднику Победы в Чердоглинском районе мы будем открывать памятник советскому солдату-победителю совместно с правительством Ильяновской области, совместно с руководством муниципалитета. Вот мы готовимся очень активно к этому, и в скором времени памятник прибудет в наш регион. Мы займемся уже непосредственно установкой и подготовкой к открытию. Кроме перечисленного, планируется установка стелы «Город трудовой доблести» на нижней террасе. Как отметил губернатор, немаловажно, что продолжат приводить в порядок весь микрорайон. В фокусе внимания остается строительство и ремонт социальных учреждений, создание новых рабочих мест на предприятиях, благоустройство общественных пространств, ремонт дорог и тротуаров, озеленение территории. Павел Половов, Владимир Куликов, Уллправда ТВ.